Итак, добрый вечер. Как вам известно, 31 января истекает срок председательствования Казахстана в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Что удалось нашей стране реализовать в качестве главы Совета, какие инициативы выдвигались представителями Казахстана и на какие приоритетные вопросы уделялось внимание Республика. Об этом и многом другом мы говорим сегодня с заместителем министра иностранных дел Республики Ержаном Ашикпаевым. Не пропустите. Итак, добрый вечер, Ержан Дагматович. Большое спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию этим вечером. Скажите, пожалуйста, вот для начала поясните. Многие из наших телезрителей, ну по-настоящему некоторые даже и путаются. Заканчивается в этом месяце председательствование в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, но тем не менее не заканчивается наше членство. Разъясните, пожалуйста, что закончится в месяце и что закончится в конце года. Спасибо за ваш вопрос. В первую очередь хотел бы сказать, что Казахстан был избран на двухлетний период Совет Безопасности, на период 2016-2018 годов. И в этом году в алфавитном порядке нам в январе выпала честь возглавлять Совет Безопасности. Почему в январе месяце и почему... Ну, я уже сказал, в алфавитном порядке так распорядилась судьба, что именно новые члены, добавившиеся вместе с Казахстаном, они внесли свои изменения в этот алфавитный расклад. Он постоянно меняется. Пять стран-членов ежегодно выбывают. Новая пятерка добавляется. И предугадать, каков будет расклад, весьма сложно. Но с учетом того, что пятерка, вновь избранная пятерка, которая приступила к своей работе в этом году, она в алфавитном порядке стоит после Казахстана, то мы занимаем этот пост в январе текущего года. Скажите, пожалуйста, что удалось сделать за этот месяц? Насколько активной была наша работа в качестве председателя Совета Безопасности? Ну, я должен сказать, что казахстанская дипломатия всегда отличалась своим напором, хорошей агрессивностью в поиске путей решения различных конфликтов. А именно это является основной функцией Совета Безопасности ООН. Поэтому мы в своей работе, безусловно, исходили из этого приоритета. Найти поиск, найти пути решения тех вопросов, которые в первую очередь важны для Республики Казахстан. То есть мы преследовали и преследуем свои прагматичные национальные интересы. И в этой связи, безусловно, мы исходим также из основополагающих постулатов политического обращения главы государства к членам Совета Безопасности ООН, в котором он определил 7 основных приоритетов нашей работы, о которых мы уже неоднократно говорили. Это и достижение мира свободного от ядерного оружия, это и борьба с терроризмом, это и решение конфликтов в Африке, это, скажем так, основной географический фокус. Но применительно к Казахстану, безусловно, нас из вопросов Совета Безопасности глубоко волнует проблематика Афганистана. Это формальный вопрос, географически наиболее близко расположенный к нашим границам. Поэтому Казахстан, тем более в качестве первого представителя Центральной Азии, уделяет особое внимание проблематике Афганистана и поиску путей решения афганского вопроса. В этой связи я хотел бы отметить, что впервые с 2011 года по инициативе и настоянию Республики Казахстан состоялась буквально две недели назад первая за столь долгий промежуток времени миссия Совета Безопасности ООН в Кабул. По соображениям безопасности она не афишировалась, но состоялся очень продуктивный диалог с афганскими властями относительно того, что необходимо сделать международному сообществу для того, чтобы продвинуть решение вопроса в Афганистане. Поэтому я хотел бы также подчеркнуть, что в этой миссии приняли участие руководители 13 из 15 постоянных представительств стран-членов Совета Безопасности, то есть беспрецедентный уровень внимания этому вопросу. Безусловно, в рамках своего председательства Казахстан уделяет приоритетное внимание и одному из главных внешнеполитических приоритетов это вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, это вопросы достижения мира свободного от ядерного оружия. При этом я хотел бы сделать здесь сразу же оговорку, что в Совете Безопасности, в повестке Дня Совета Безопасности отсутствуют по объективным и вполне понятным причинам вопросы разоружения, тем более ядерного разоружения, потому что ядерная, официальная ядерная пятерка обладает правом вето и являются постоянными членами Совета Безопасности. В этой связи, безусловно, центральным мероприятием нашего председательства стало заседание Совета Безопасности высокого уровня по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения. При этом мы подошли к этому вопросу не традиционным путем, не через обсуждение каких-то, скажем, региональных либо тематических вопросов, а подошли через традиционную для главы государства тему мер доверия. Дело в том, что по глубокому убеждению главы нашего государства, по принципиальным позициям Казахстана, именно дефицит доверия в мире, он является одной из главных причин дестабилизации, напряженности в различных уголках света. И применительно к проблематике нераспространения ядерного оружия, глава государства также подошел с точки зрения обеспечения мер доверия. И хотел бы также напомнить, что первое историческое выступление главы государства с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в далеком, ныне, 1992 году, было также частично посвящено вопросам мер доверия. И именно из этого выступления зародилось всем известное совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии, которое сегодня является признанным эффективным инструментом снижения напряженности на азиатском континенте. Только на прошлой неделе мы с экспертом обсуждали, насколько вообще реально организация как совещание по мерам доверия и взаимодействия в Азии может потом перевестись в организацию. Ведь в свое время ОБСЕ тоже начиналось как совещание на самом деле. Может это будущее покажет, но к сожалению времени у нас не так много, поэтому хотелось бы больше по теме Совета Безопасности и в частности по председательствованию. Решения, которые принимаются с Совбезом, они имеют рекомендательный характер? Какие есть практические инструменты для того, чтобы те решения, которые уже были приняты, они реализовались в той или иной мере? Основной инструмент, итог работы Совета Безопасности это резолюции Совета Безопасности, которые принимаются большинством стран-членов. При этом не должно быть возражений ни одного из постоянных членов Совета Безопасности. То есть они не должны пользоваться своим правом ВЕТа. В данном случае эти решения, ну и в силу дипломатического характера этого института, страны-члены всегда пытаются найти консенсусную основу для таких резолюций. Резолюции Совета Безопасности ООН, они обязательны к исполнению. И недаром один из основных инструментов, которым обладает Совет Безопасности, это санкционный режим, наряду, конечно, с другим дипломатическим инструментарием. Именно санкционный режим, режим принуждения, режим обеспечения определенных политических решений. Это вот тот оружие, которым, скажем так, тот инструмент, которым пользуется Совет Безопасности для обеспечения эффективности своих решений. В самом начале разговора вы сказали о том, что нам выпала честь председательства Совета Безопасности ООН. Это честь на самом деле? Это и честь, как глава государства отметил, это и большая честь, безусловно. Не каждое государство имеет сказанное дело. Каждое государство, которое становится членом Совета Безопасности, ему так или иначе выпадает. Опять-таки, в силу алфавита, либо однажды за двухлетний период, либо дважды, как максимум, за 24 месяца может председательствовать. Это большая честь. Почему? Потому что это возможность модерировать глобальными процессами поиска путей решения наиболее актуальных проблем, наиболее актуальных вызовов безопасности. Тем самым, это и большая ответственность. Конечно. Это и формирование имиджа, с другой стороны, как странового бренда, так скажем. Опять-таки. Скажите, пожалуйста, к чему задавал предыдущий вопрос, каждая ли страна, член Организации Объединенных Наций, так или иначе, входит в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН? Нет, еще десятки стран, которые никогда не занимали этот пост. Достаточно сказать, что Казахстан является первой из стран Центральной Азии, которая имеет честь... Которая, так скажем сразу, что не так давно, она как бы, ну, может быть, по сравнению с другими членами, другими странами, да, с 92-го года. В историческом плане, да. Каковы теперь наши функции, вот до 2018 года, в качестве непостоянного члена Совета Безопасности? Какие приоритетные вопросы и на что мы можем влиять? Вот давайте вот об этом поговорим. В числе приоритетных вопросов я уже обозначил и вопросы нераспространения оружия массового уничтожения. Это касается, безусловно, проблематики Корейской Народно-демократической Республики, денуклеаризации Корейского полуострова. Ближнего Востока ситуация, которую вы как раз такете, когда мы прошли заседать. Это касается, безусловно, вопрос вокруг, ситуация вокруг иранской ядерной программы, так называемая реализация, имплементация совместного всеобъемлющего плана действий. Это и вопросы борьбы с терроризмом. Казахстан является председателем сразу трех санкционных комитетов, что само по себе достаточно символично и показывает роль и вес Казахстана на международной арене. Это очень важные комитеты, такие как комитет по Талибану, комитет по ИГИЛ, ДАИШ, Аль-Каиде и комитет по Сомали-Эритреи. То есть все эти три санкционных комитета относятся к одним из наиболее важных в повестке Дня Совета Безопасности. И именно Казахстану была доверена столь большая ответственность модерировать эти процессы. И вы спрашивали, что может Казахстан сделать. Безусловно, Казахстан имеет хорошее РНМ страны, которая умеет договариваться. Страна миротворец, страна честный брокер, страна, у которой очень высокий уровень договороспособности, причем с различными странами. То есть конфликтующие стороны, как мы видели на примере Астанинского процесса по сирийскому мирному регулированию. Также Казахстан... Да и кроме этого, так скажем, были ведь еще и предыстории. Безусловно. И российско-украинские, точнее российско-турецкие отношения. В этом отношении, конечно, наша сторона РНМ сложилась действительно хорошей. И я хотел бы еще подчеркнуть немаловажный факт. Это тот высокий уровень авторитета, которым пользуется казахстанский лидер на мировой арене. Ринаме президента Назарбаева, она очень высоко в мире. К его мнению прислушиваются. Его мнения, его мнением дорожат. И его советы и рекомендации зачастую запрашивают. Говорят теперь уже о визите главы государства Соединенных Штатов Америки, который состоялся в этом месяце. На ваш взгляд, каковы самые важные итоги этого визита для нас? Об итогах визита мы, безусловно, уже неоднократно говорили. О том, что наше стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки повысилось до уровня расширенного. То есть новый виток дан нашим взаимодействиям. Это, можно сказать, новое качество, новая глубина, новый охват. Но в то же время этот термин расширенное стратегическое партнерство, он не является лишь отражением. Это реальное отражение той глубины, той ткани взаимоотношений между нашими двумя странами, которая сложилась за последние годы. Вместе с тем, это, безусловно, хороший задел на будущее. Мы ведь ведем речь не только о США, как о глобальной политической, военной супердержаве. Это первая экономика мира. Это первая экономика мира. Это технологический лидер. И Казахстан сегодня, как страна, которая ставит во главу угла технологическую модернизацию своей экономики, перевод ее на рельсы цифровой экономики, на более высокий технологический уклад. Для нее, для нашей страны, сотрудничество с Соединенными Штатами, с американским бизнесом, в этой связи носит, наверное, критически важный характер. Потому что взаимоотношения с Соединенными Штатами, устойчивые, стабильные, предсказуемые отношения, это ведь и хороший зеленый свет развитию сотрудничества с этими компаниями. И я могу с уверенностью сказать, что такой зеленый свет от администрации Трампа, и лично от президента Трампа мы получили. Это было видно и в ходе пресс-конференции, где глава Белого дома крайне комплиментарно отзывался и об уровне развития Казахстана, и о роли Казахстана в современном мире. И сегодня, после завершения встречи, переговоров в Белом доме, глава государства также провел переговоры и с капитанами американского бизнеса. И мы видим, что этот интерес, он сегодня столь же диверсифицирован, как и планы правительства Казахстана. То есть речь идет о высокотехнологичных отраслях, наряду с традиционными интересами в области энергетики, сельского хозяйства. Мы уже сегодня ведем речь и о привлечении высокотехнологичных американских компаний в сферу так называемой умной экономики. Вы, если так можно грубо выразиться, по простым языком говоря, специалист у нас именно по Соединенным Штатам Америки. Потому что вы очень хорошо знаете эту страну, и вы не раз там бывали, вы там и учились. Скажите, пожалуйста, когда вы еще учились, это может быть было уже лет 10, может быть даже больше назад, и когда сейчас вы в последнее время ездите, информация о Казахстане сегодня появилась у средних американцев? Безусловно, Казахстан уже не терра инкогнито. Безусловно, Казахстан знает все больше и больше людей. Знает, безусловно, с самых разных точек зрения. У политического истеблишмента своя информация, экономические, лидеры экономического блока знают Казахстан со совершенно иной стороны. Нельзя, нельзя не отрицать и большую позитивную роль наших выдающихся спортсменов, таких как Геннадий Головкин, Трипл Джик. То есть это тоже формирует? Это безусловно, это часть странового имиджа, и то, какую роль исполняет, выполняет Геннадий Головкин, она безусловно очень и очень значима. Большое спасибо вам, Ержан Матулыч, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Всегда рады здесь вас видеть и надеюсь на скорую встречу здесь на телеканале Хабар-24 на площадке программы интервью. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»